Одна из значимых страниц нашей истории – 900-дневная блокада Ленинграда. Беспрецедентный подвиг жителей города-героя не имеет себе равных. Накануне в день полного снятия блокады Ленинграда тем, кто пережил ужасы того времени, вручили подарки от Россотрудничества и памятные знаки от правительства Санкт-Петербурга. Поддержку им оказало посольство России. Телефон в квартире Альвины Романенко не смолкает с утра. Сегодня радушная хозяйка ждет гостей. В день полного снятия блокады Ленинграда она отмечает день рождения. Когда фашисты осаждали город, маленькая Альвине было всего 4 года. Когда освободили, уже пошла в школу. Вспоминать о голоде и холоде не любит. Прошло без малого 80 лет, но до сих пор жива детская рана. Самые яркие воспоминания с детства – это непроходящее чувство голода и постоянное чувство страха. Потому что все равно осталось это в памяти. Кушать хотелось всегда. Отношение хлеба у меня до сих пор сохранилось такое. Режу крошечки, пальчик по слюне, чтобы не остались на столе. Тех, кто прошел блокаду Ленинграда и чудом выжил, жизнь разбросала по разным городам и республикам бывшего Советского Союза. В Бендерах сейчас их проживает семеро. В прошлом году Альвину Романенко пригласили на родину – в Ленинград. На мероприятие к 75-летию снятия блокады. Она была единственной участницей от Приднестровья. Нас собрали из 22 стран мира на этот форум такой. Как раз 75 лет было снятие блокады. Нас пригласили и с Израиля были. Вот как раз с Израиля, потом выступали у нас было совещание такое, торжественный ужин. Как раз израильтяне и пообещали, что к 9 мая, не к 9 мая, а к дню снятия блокады откроют стелу. Вот как раз Путин сейчас ездил на открытие этой стелы. Голод и лихолетие, кажется, не оставили на ней свой отпечаток. И сейчас свои 83. Альвина Денисовна бодра и молода духом. А вокруг нее особый уют и весна. Фиалки – ее хобби. Маленькие вазончики в ее доме везде. На всех подоконниках в несколько ярусов. И зацветают некоторые, как по заказу, ко дню ее рождения.